привет youtube сегодня у нас 7 марта около 17 часов перед вами пума зовут геркурес все еще ты еще домашний еще код должен отчитаться перед вами как так получилось что куд пумы пропал и во первых это то о чем я все-таки промелькивала на ю тубе но невнимательный зритель большинство сей не видел эта проблема с трансляциями базовая не не разрешают youtube открыть трансляцию он пишет то что невозможно установить соединение сервера данное соединение невозможно установить вне зависимости от того где мы проводим такую провайдера попытка прямого включения это может быть симка любого оператора из большой щитники это может быть вай фай как мой домашний день в торговом центре чем блок скорее всего идет по учетной записи блок скрытый сегодня не хочется верить я приведу наконец-то в исполнении задач по назначению олега администратором вот канала мы отойдем здравствуйте назначение олег администратором и олег я хочу это верить сможет помочь нас вытащить из бани это первая причина вторая причина у нас произошли события нехорошие этого марта на 40 минут эти события обычно у меня за и каналы либо на радость полном месте загибаются вот пума отдается скрым и там в заказник заповедник зафигенник еще там кое-нибудь подальше к чертовой матери либо происходит какой-то скандал такой мощный после чего пуму изымают в общем то самое чем не проще ли пророчили наши различные в кавычках доброжелателя многократно ну вот оно произошло детали я не могу рассказывать потому что по этой ситуации на которой сейчас конечно остановлюсь более подробно уже заинтересовали средства массовой информации по-хорошему твц и тут заключается заковыка в том что озвученная в средствах массовой информации приравнивается к заявлению в полицию заявление в полицию я никакое не подавал и не планирую то что подавал я забрал вот как то так теперь по сути у геркулеса сейчас стрессовые не стрессовая дикая не дикая какая-то общем не очень нехорошая фаза взаимодействовать с ним после произошедшего 5 марта крайне сложно понимали я пытался с ним погулять камера герочка не надо есть птичек вкусно я попытался скажу что погулять вчера вечером в 23 часа прогулка кончилась фейлом кончилась прогулка тем что ума охотится на случай не сейчас не надо пума охотиться на этого вонючего будет полиция очень прошу гер спешки штуки штуки натера что ты ломать все окончилось по причине того что гера сразу начало рычать поняв то что смотри травматизации пропустим герчик любит уже любит вроде мимо конечно смотри травматизации впоследствии нить его это в рыканье я не справлюсь совсем не так было принято решение возвращаться домой я не знаю чудом хочет конечно сил вернуть веру домой потому что гера лег на спину расставил лапа начал рычать шипеть истеричным новость то есть у нас после 5 числа мы мягко говоря нелегко отделались мы точнее очень тяжело отделались я делал с тем в том что скорее всего черепно-мозговой травмы больничный именно 30 если говорить про геркулеса с геркулесом сейчас подорвано когнитивное доверие назовем это так которое позволяло мне манипулировать пумой движением пальца которая воплощала собой движение моей мысли сейчас эта когнитивка подорвана и так манипулировать пумы я уже сожалению на сегодняшний день не могу то что я сейчас иду днем в принципе после 5 числа это первая попытка если вы это смотрите она закончилась успешно на третий сутки что называется у нас попытка выйти на улицу вот такие пироги но я думаю больше всего будет вопросов кто захочет тайм-код поставить как нашли геркулеса который сбежал сделали кому-то что-то плохое геркулес найти самостоятельно геркулеса мне не удалось потому что во первых бренная оболочка была очень сильно повреждена во-вторых у пахли не так как надо пахнуть для того чтобы приманить все тума во вторых я слеповат ну вот помню при всем желании бы не заметил какому ко мне не шла из третьих ума конкретно поняла то что есть со мной не по пути потому что они смог поможет чтить решила уйти так сказать как пуменки уходят свои мамки не сказал о ловерде возможно на это наложилось то что ему было плохо возможно еще что-то к этому наложилось домашла девочка мы не будем стали преследовать в том что вот час ночи грубо говоря девочка утек не будем на собачку трогать давай давай не будем на собачку трогать собачку не будем ставлю пробовать если они нас пропустишь с тобой хочу вперед сейчас прозвищем дождь ищем надо немаленький сейчас ночи грубо говоря пума утекла сбежала до 4 безрезультатные поиски на сумма и 5 часов я обратился соответственно там вот полчаса у маршрута вот место поисков до делу пойдем я пойду по мажорскому району салтан заявили потерял свое имущество наряд росгвардии помощь спасибо нашей стране не направили гвардейца кошку нашли не надо рычать геркулес на не нам не надо ворон не надо пипец пошла кошку за 20 минут поисков профессионал кошку перевалила за реку и скрылась собачьем убежище цементную букву п инстинктивно он безошибочно нашел все убежище с двух сторон она была такая сквозная вы представляете как коробка которая открыта двух своих боков там он залег там проспал три часа часа два он бродил как раз когда мы подошлись разговор где он проснулся подписал как водится подошел ко мне со мной мара и куча потому что они живого места не было слова совсем одежда всякого началась самая веселая часть эпопея заключалась в том чтобы поймать ума стала от меня убегать уже был седьмой час вышли собачники гулять она подбежала в первом собачнику естественно хозяйка черной собаки которая гуляла по замерзшим трубе патачок очень не одобрила то что пума без поводка и ошейника на нее скачет за пумой скачет окровавленный товарищ как-то чуть ли не со слезами упросила я девушку не убегать от пумы подошла девушка обнюхала собаку обнюхала и дальше пошла бегать вот так вот мы скатали бегали подбежали к нам разные обыватели за которых не стыдно в этом просил например там просто постоять на месте чтобы она понюхала не была какая-то возможность своими не слушающимися ободранными крышнями эту пуму взять нашей нет ну и походкой мы свалим молча не здоровая вот такие вот товарищи подходили спасла в итоге дело на полутора часах когда уже росгвардия стала говорить давайте мы его ликвидируем отстрелим собственно можете поймать а мы не можем его собственно тоже тут так оставить животное опасное подошла елена наш друг вы могли видеть елену ее собаку лоту набравшую много просмотров ролики обратного так сказать интервью нтв конце она подошла там алиана и лота спасли тебя вдвоем собака и лена смогли во-первых успокоить геркулес и во вторых лена смогла используя мой поводок продеть герри под животик поводок в 2 так петлю под задние лапки гера остановился пока он остановился я смог ходить на него ошеник о том что было весело ввиду того что ошейника и одела поводок был в петле и заправить его не было возможности собака отвлекала кошку не надо ну пожалуйста ну вот эти вот уроды они не страшно ну вот она смогла отвлечь собака до того момента пока я кошку не горка на на этом мое заключение не закончились к сожалению не только начались потому что кошка я уже сказал решил у меня покинуть на форелла к изменившему наши договоренности то есть кошка упала на спину заставила выпустила когти и стала проявлять все таланты которым он как я уже многократно говорил на разных своих видео обучил настоятельно освобождаться любого бандажа фиксации в данном случае у нас с удовольствием отрабатывать 7 момент поврежденными руками очень сложно практически невозможно после суток бессонных 13 часов на работе стресса по поводу событий связанных со спецоперацией к сожалению просираем сейчас российской федерации инфа войной ну вроде бы у нас есть закон о том что нельзя осуждать действия министерства обороны российской федерации а по поводу политики у нас в законе ничего не сказано по крайней мере пока мяу да этим воспользуюсь и скажу то что ну спецоперации на данный момент проходят вот очень плохой и мы его всираем просто всираем к сожалению те каналы которые доносят нашу точку зрения объективную точку зрения на спецоперацию телеграм-канал и частности телеграм-канал словики которые очень много репостил нерегулярно скажи скатываются про путинскую пропаганду ребят я конечно все понимаю ну вот этого хвата которую вы уходите на думающего человека от вас отвращает и думающих людей у вас ребят гораздо меньше чем те которые могут зайти на какой-нибудь там униан или не проведи господи реальную войну их в паблике там заходят ребята которые не по-русски не по-украински не говорят смотрят картинки слезные лайкают репостить а у нас кто-то заходит даже там с патриотическим угаром вас покорный слуга считает то что путин орел нас всех ведет потом смотрит то что вы его восхваляете у путина рука сквозь микрофон проходит потому что использовался хроматей и становится очень печально то есть это автопик конечно ну все таки я не знаю вы если освещаете действия наших силовиков то вам верно лучше их освещать и не вот этим заниматься потому что кто за него он и так за него кто против него ну он это насмотрится он может плохо относиться к тем людям которые сейчас рискуют своей жизнью кладут свое здоровье ведет свою кровь на благо нашей страны возвращаюсь к теме вот вот эти вот полтора часа были очень нехорошие то есть рядом стояли росгвардейцы вооруженные лена пыталась помочь но ничего не не получалось кошка лежала на спине из меня текла трус и никак это все не двигалась ни с какой вообще ни с какой стороны никуда мы уже вызвали собственно бригаду отлова с дротиком чтобы засыпать геркулес подседацию и спасло чудо я не буду вешать вам лапши то что я там возвал душе кота и душа там не откликнулась и еще там что-то не буду вешать лапши банально пришли работники которые сожалению уничтожают наш заказник цветности делая из него что-то подобие вот того где мы сейчас идем вроде бы в прошлом году у нас была информация что деревья вырубать не будут их там вырубают огромный просек в общем пришли ребят с бензопилами так вы понимаете бензопилы пуму благополучно отвлекли я знаю то что моя небольшая аудитория в кошек радикально и понимаете как это произошло и пума сочла что вместо того чтобы объяснять мне что он теперь вольный вольному воле и так далее ему надо спасаться от бензопил ну и соответственно пума сама пошла в сторону дома что собственно по-хорошему если бы это было не пума какой-нибудь я не знаю сибиряк который на самом деле ману но искусственно пострижен сбежавший как бы с ним и поступили по-хорошему на первый убег на первый убег коты далеко не ходят страшно вся фигня вот как вот был случай у одной моей знакомой че имя чуть было не сказал когда тоже убежала кошка и она всю ночь ездила искала эту кошку на машине а потом кошка в итоге вышла под ворота дома сама то есть кошка пошла в сторону дома мы местным казус который произошел по пути дому он заключался в том что у нас было дикое место там палатка бомжей вот это вот цементная конструкция систему нас достаточно красиво вроде бы все там не было дороги то есть там надо было по ответственному склону как-то спускаться себе мне кот не подпускал соответственно когда я упала рядом с котом скатываю соответственно условно я получил как тем не зуба это были очень неприятные повреждения которые пришлись к тому же на раны от стекла здравствуйте доброго дня да нормально тепло еще и не радиоактивные что же вы вот и такое есть 10 часам обычно 22 здоровья вам сейчас не готов к бабушке общаться мы есть друзья вот потом значит мы дошли до дома дома стоял внедорожник как водится по моему это был не сам 4 на 4 большое спасибо очередной раз сотрудникам раз гвардии то что они этот nissan внедорожник от подъезда отодвинули который газовал прям под подъездом разумеется я бы не зашел в дом с кошкой в таком виде если бы не отодвинул этот внедорожник ну собственно все вся история она без купюр я ничего там скрывать как бы из этого не планирую вот я могу сказать что соседский 4 дону корпуса первого так давай иди сюда иди сюда иди соседка из 4 дону корпус 1 сейчас ночью нас видел я пытался отловить эту пуму слушать поводка ушлась поводка потому что упал как упал что упал ребят я повторюсь не буду развивать эту тему мне есть на это свои причины ближний круг знает почему я упал все ответственные люди тоже знают почему я тоже все иван там сосед который сейчас это смотрит и зубоскарят и хрен бы с ним его уже заткнули в домовом чате потому что это побег пумы он пошел на благо репутации пумы только лишь потому что за 8 более чем восемь часов сама выбыла пума не сделала зла никому ходили одинокие прохожие ходили припозднившие стану уносить и собачники ходили там их собаки когда пума я пытался отловить дети ходили блин поэтому маршруту тоже и стояли два вооруженных средств у которых ни разу не было искушения пристрелить пуму геркулеса ума геркулес абсолютно демилитаризованная пума абсолютно он ни на что плохое сожалению или к счастью не способен таким его вырастили геркулес потихоньку потихоньку установить когнитетку хорошему мне надо конечку на плане с ней посетаем под радиоактивными осадками на этом я думаю все если что задавайте вопросы в комментарии 20 минут ролик норматив нашего конкурента пума только z только победа сила и правде товарища кима из николаева вместе с его однофамильцем в одну и ту же так сказать братскую если конечно однофамильец николаевского кима не высказался поддержку спецоперации и по моей точке зрения субъективно у нас сейчас в стране есть граждане есть предатели сложное время разменивают нашу страну на бело-голубой флаг у нас уже появился рпр российская парламентская республика они наделся коми сидят собираются и митингуют нет войны то есть на слазадые фейки повелись и на iphone всем этим ребятам теплушка братск покос дубов добыча газа нефти вы не граждане вы накипь паспорта вам не нужно вам нужна хорошая очень хорошая работа за колючий проволоку вот там самое место всем гражданам я выражаю свою сердечную благодарность это что это послушали посмотрели задавайте ваши вопросы если олег сможет справиться с трансляцией трансляция вернулся если не сможет вы можете подписываться на нас инстаграме и все будет хорошо всем пока пока ребят